Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Нахт. Европейская цивилизация уникальна. Она создала модель человеческого общежития, построена на ценности гуманизма. В центре европейской цивилизации человек со всеми горестями и радостями. При этом, конечно, у каждой европейской страны есть уникальные черты, и это прекрасно. Европейская цивилизация исторически начинала в Древней Греции, Ладе, подарившей нам демократию, науку, театр, изобразительное искусство и многое другое. Затем Рим, Византия и так далее по списку. Все это хорошо известно. Но сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на север Европы, Скандинавию. Уникальность этого уголка Европы в том, что там никогда не было рабства, как в изначальной форме, так и в форме крепостного права. Самое свободное общество, не знавшее угнетение человека человеком, было создано именно там. Холодный, скалистый, заснеженный север создал самых свободных людей не только в Европе, но и мире. И сегодня я вас познакомлю с мнением министра иностранных дел северных и балтийских стран о пути Украины в НАТО. Продолжаем мы наш цикл, обращаемся к первоисточникам. Ну а вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. 10 июля в газете The Washington Post была опубликована колонка, авторами которой были министры иностранных дел Вот что они писали. Вместе страны Северной Европы и Балтии представляют уникальную историю евроатлантической интеграции. Одним из величайших внешнеполитических достижений стран Северной Европы было активное взаимодействие со странами Балтии после окончания Холодной войны. Страны Северной Европы поддержали своих балтийских соседей о борьбе за восстановление свободы и их вхождение в евроатлантическую семью. Теперь страны Северной Европы и Балтии действуют вместе в равноправном и свободном партнерстве процветающих демократий. Пришло время нам применить этот прибалтийский опыт 1990-х годов в наших совместных усилиях в поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе. Министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии совместно посетили Украину в апреле, чтобы выразить нашу непоколебимую поддержку. Визит произвел большое впечатление и подтвердил нашу веру в то, что активная и постоянная поддержка Украины во многих сферах является единственным путем вперед. Мы не можем позволить России пожинать плоды ее агрессии. Будущая Украина и ее народа лежит в евроатлантической семье. ИС подтвердил это, предоставив Украине статус кандидата. В прошлом месяце исполнился не только год с момента принятия это историческое решение, но и 30-е годовщина принятия так называемых «копенгагенских критериев». Правила служат основой для ИС. Расширение, формирование демократических ценностей, экономической стабильности и правовых требований, которым должны соответствовать стремящиеся в ИС государства-члены. Страны Северной Европы стояли рядом со странами Балтии, когда они преследовали членство ВС, признавая важность регионального сотрудничества и общих ценностей. Сегодня, руководствуясь теми же принципами солидарности и единства, мы поддерживаем стремление Украины соответствовать копенгагенским критериям и соответствовать европейским стандартам. И здесь я должен сделать небольшую сноску. Копенгагенские критерии – это правила, которые определяют, имеет ли страна право на вступление в Европейский Союз. Критерии требуют, чтобы государство имело институты сохранения демократического управления и прав человека, имело функционирующую рыночную экономику и принимало обязательства и намерения в Европейский Союз. Итак, мы с вами знаем, что такое копенгагенские критерии. Продолжаем. Страны Северной Европы и Балтии, испытавшие на себе преобразующую силу европейской интеграции, стремятся поделиться своими знаниями и опытом с Украиной. Интеграция в Евросоюз будет идти рука об руку с установлением реконструкции Украины, которые должны начинаться безотлагательно. Важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного сотрудничества, которое позволит Украине восстановиться. И восстановиться таким образом, чтобы создать новые возможности для всех украинцев. Участие всех соответствующих партнеров, включая частный сектор и международные финансовые учреждения, имеет решающее значение. Мы будем поддерживать Украину, чтобы восстановить и создать современную процветающую страну, прочно стоящую на европейском пути и обладающую всеми средствами для своей эффективной защиты. В связи с этим мы принимаем к сведению стремление президента Владимира Зеленского преобразовать государственные институты Украины, искоренить коррупцию, обеспечить верховенство закона и сделать Украину открытой и прозрачной страной. Это высокие амбиции, но мы убеждены, что Украина имеет потенциал для снижения этой цели при нашей долгосрочной поддержке. Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Россия, вероятно, будет предоставлять угрозу безопасности Украины, а также нашей собственной безопасности в долгосрочной перспективе. Мы должны быть реалистами, это очевидно. Поэтому наша поддержка должна быть постоянной, прочной и рассчитана на долгие времена. Украина вправе сама выбирать меры своей безопасности, и все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянства. Сейчас самая важная и отложная задача – помочь Украине победить в этой войне. На саммите НАТО в Вильнюсе мы хотим увидеть конкретные шаги по сближению Украины с НАТО и увеличению нашей практической поддержки, как финансовой, так и любой другой в долгосрочной перспективе. В этот критический момент мы должны сделать так, чтобы история не повторилась. Формула мира Зеленского для справедливого и прочного мира, основанного в уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, направит достижение именно этой цели. Страны Северной Европы и Балтии активно поддерживают усилия Украины по обеспечению максимально широкого международного участия в реализации формулы мира. Мы привержены укреплению способности Украины защищать себя. На данный момент наша общая обещанная поддержка Украине после полномасштабного сражения России составляет более 8,5 млрд евро, и наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется. В то же время нам необходимо ставить надежные и прочные рамки для обеспечения будущей Украины, устраняя пробелы на пути Украины к будущему членству в НАТО. Евро-Атлантическая интеграция Украины требует серьезных усилий, и наш долг поддержать Украину на ее пути к лучшему будущему для своего народа. Исторический пример успешного сотрудничества северных стран и Балтии является вдохновляющим прецедентом и вселяет в нас надежду. Вот таково мнение министра иностранных дел восьми стран, которые, естественно, представляют свои страны. Хотя прежде всего речь идет о интеграции Украины в Европейское Содружество, тем не менее, это совершенно естественно, здесь затронута и тема будущего членства Украины в НАТО. Именно сегодня, во вторник 11 и завтра, в среду 12 июля, на эти вопросы будут даны какие-либо, на мой взгляд, ответы. И ни один серьезный наблюдатель не ожидает, что Украину вот сейчас, именно сейчас, примут в НАТО. Мы с вами знаем, что для всех стран, которые однажды стали членами НАТО, это была достаточно непростая и длинная дорога. В особенности для тех стран, которые ранее входили в так называемый социалистический лагерь, и тем более были частью Советского Союза, потому что для того, чтобы стать членом НАТО, необходимо было полностью реорганизовать практически все государство, сделать его совершенно иным. Странам Балтии это удалось сделать относительно быстро. Этому, наверное, помог и их опыт независимости между войнами, и их, безусловно, принадлежность к европейской культуре. Для Украины этот путь оказался намного более сложным, извилистым и тяжелым, в силу, опять-таки, совершенно естественных и понимаемых причин. Я помню, как однажды один из самых ведущих украинских политических обозревателей, хорошо знакомый нам Виталий Портников, говорил о том, что если бы руководство Украины немножко подсуетилось и подали бы заявку на членство НАТО вместе со странами Балтии, вот тогда, во второй половине 90-х годов, то Украина давно была бы уже членом НАТО, не было бы этой страшной войны, не было бы ни аннексии Крыма, ничего бы этого не было. И, безусловно, он прав, но есть один очень важный момент. Мы с вами знаем, что к любому серьезному шагу, либо это речь идет о государственном строительстве, или пути государства, когда мы говорим о пути в истории, либо, когда речь идет о пути какого-то отдельного, конкретного человека, мы с вами хорошо понимаем, что необходимо, чтобы все условия созрели для того, чтобы тот или иной человек, или то или иное государство, то или иное общество приняли какое-то сложное решение, которое кардинально меняет их жизнь. Ну, за примерами далеко ходить не надо, мы с вами иммигрантская семья, и мы с вами можем обернуться в прошлое, для кого недалекое, для кого уже далекое, когда мы принимали наше решение о том, чтобы покинуть ту землю, на которой мы выросли, изменить коренным образом наш путь в жизни, естественно, в истории. И начать свою новую жизнь на новой земле. Украина в конце 90-х годов, она была очень далека от того, чтобы стать членами европейской семьи. Это была, по сути, по-прежнему республика, которая входила в Советский Союз, но с изменением каких-то внешних декораций. И Украина только начинала свой новый путь. Поэтому говорить серьезно о том, что Украина могла бы в 90-е годы подать заявку для того, чтобы стать членом НАТО, ну, это либо несерьезно, либо из области, знаете, так называемой альтернативной истории. Но если говорить о том, что происходит сейчас, сегодня, сейчас, то даже накануне 2014 года, 2012-2013 году, по-прежнему большая часть украинского общества была против того, чтобы Украина была членом НАТО. Потому что в 90-е годы была разработана концепция, которая, судя по всему, для большинства украинского общества была принята как естественная, как разумная. Это одновременно ориентироваться и на восток, и на запад, занимать некую промежуточную позицию. И вот тогда это выглядело абсолютно разумным, потому что эта позиция сохраняла все экономические связи, которые были созданы в течение долгих лет совместного проживания в Российской империи, тем более в Советском Союзе. По другой стороне, это позволяло уже начинать ориентироваться на Европу, на европейские ценности, европейскую экономику и так далее. Таким образом, позволяя Украине этот переход в новое будущее замедлить или сделать его наименее болезненным. Ну, я должен в этом плане еще напомнить, что в 2010 году была официально принята концепция без такого, так называемого, внеблокового статуса Украины, который закреплял и нейтральный статус, и вот тогда и руководители Украины, да в целом украинское общество считало, что нейтралитет, внеблоковый статус – это самая лучшая защита. И тогда они оборачивались, безусловно, на опыт ведущих европейских стран, у которых был длительный период нейтралитета, начиная, конечно же, со Швейцарии, а потом Швеции, ну а потом уже и после европейских нейтральных стран, таких как Финляндия или Австрия. Их экономическое процветание, их практически безбедное существование в европейском содружестве, говорил о том, что, да, наверное, нейтралитет – это самый лучший путь, который позволяет использовать этот статус для того, чтобы получать наибольшие экономические выгоды от сотрудничества по обеим направлениям. И вот тогда это выглядело именно так. Но опыт этой войны, начиная с гибридной фазы, начиная с 22 февраля 2014 года, когда российская армия вторглась в Крым, и потом уже все последовало остальное. И аннексия Крыма, и гибридная война, развязанная Россией в Донбассе, ну и, конечно же, полномасштабная война, которая стартовала 24 февраля 2022 года, она показала совершенно иное, что только членство в НАТО, только именно это может сохранить свободу, независимость, суренитет любой страны, которая вошла в этот оборонительный альянс. И за примерами Киеву не надо было далеко ходить. Это опыт крошечных балтийских государств. И если, опять-таки, полюбопытствовать, представить себе, что эти бы страны выбрали путь Украины, рассчитывая на некий особый нейтральный статус, подобный тому, которым обладала Финляндия, то они бы давно были бы уже, скорее всего, областями в Российской Федерации, а, может быть, частью какого-то большого, так называемого, прибалтийского округа, как об этом писали российские публицисты. И поэтому сейчас, именно сейчас, для того, чтобы украинская нация могла сохраниться и выжить, и для того, чтобы могла сохраниться украинская государственность, Украина должна войти в семью не просто европейских стран, а стран-членов НАТО. И какие-то очень серьезные шаги, конечно же, были сделаны Украиной на этом пути, какие-то очень серьезные шаги были сделаны НАТО по направлению к тому, чтобы Украина стала полноправным членом. О том, что происходило сегодня и завтра, мы будем говорить в рамках этой программы, конечно же, и будем говорить в рамках итогов недели. Но ожидать некого чуда, ожидать того, что по мановению волшебной палочки еще практически во многом бывшая Советская Республика со всеми советскими пороками, с той же самой коррупцией, кумовством, взяточничеством, ну и так далее, и так далее, отсутствием верховенства права, может стать полноправным членом НАТО, ну, на мой взгляд, это желание, во всяком случае, если говорить наиболее дипломатичным языком, это желание выдать за реальность то, о чем бы только мечталось. Таким образом, и сегодняшнее заседание в Вильнюсе, и завтрашнее заседание, они подтвердят путь Украины в НАТО, желание страна НАТО принять Украину в свою семью, но также оно подтвердит то, что для Украины предстоит еще очень непростой и сложный путь. На этом, дорогие друзья, остановлюсь. Подошло время нашего обычного перерыва в сегодняшний час, у вас будет возможность подумать, собраться с мыслями, поговорить о НАТО, об Украине, о Европе, о всем том, что сейчас волнует практически нас всех. Перерыв.